всем привет давненько ничего не снимал выбрался в сельпо купить кваса рассказывал что мой любимый перший приватный это бочковой а есть еще хлебный золотистая упаковка в общем оба вкусных и смотрите что увидел новая пробка у павловского я уже рассказывал что у них появилась белая но я думал это случайность потому что этикетка по другого цвета ну и появилась желтая по цвету этикетки и тут бас появилась черная но это уже не случайность она по богатому смотрится премиальная наверное на заводе или коллекционер или не знаю что они там придумали но я лично покупаю его чисто из-за пробки приятно за последние два года может полтора три пробочки целых ну и по этому поводу решил поснимать похожу по брожу может еще какие-то новинки будут все покажу давненько не снимала потому что на улице плюс 33 плюс 35 особо не хочется бродить а побыстрее домой так вот такие находки балтика девятка перша приватно вайсбург и вот эти три не самое часто попадаются вот это со львом новинка львовская а янтарь и инсайдер конечно лучше бы они были в другом состоянии потому что такие для обмена не пойдут выброшу возле мусорника где-то и вот еще смотрите подошел заснять и арсенальчик лежит поднял в лопухах вот такой вот калужский бровар земли но она редкая не самая частая валяется поэтому от мою 2 закарпатская думал думал две рогани вот это еще не видел пмс о попили мирническая погрызли но это тоже наверно тоже погрызенная оставлю дворнику заберу иду такой вроде бы ничего не нашел интересном издалека смотрю лежит у garden нормально ну и вот что нашел парке в лесу львовская такое ну конечно зубами наверно чем еще пойдет мусорку козел закарпатская болин тоже в мусорку не досмотрел львовская и старопрамин еще пройдусь может что-то найду вдоль тропинки поднял вот такие вот две это кстати чернивская уже года два не упускается но более-менее нормальный сохран у нее потому что они быстро ржавеют но а бердичевская хуже не знаю брать не брать чернивская ну донесу до урны в лесу поставили такую штуку познавательно можно узнать что растет так в общем и прям здесь нашел у garden а грум и бердичевская нынешний дизайн но ху гордин старый дизайн конечно потрепанная наверно выброшу вчера иду и пробочка лежит вот там вот так вот я ее поднимаю думаю ну сейчас что-то будет бэмс мы со злости и отбрасываю в сторону и угадайте что я опять сегодня поднял опять ее поднял так что нужно доносить до урны поднял две вот такие вот эсса но что-то они вообще спросом не пользуются у иностранцев но в принципе в россии они давно уже появились кто хотел наверно выменял то есть для европы не экзотика для россии тем более ну и плюс не особо не отличается дизайном то есть не выделяется в общей массе и сложно их заметить ну сохраню когда-то все равно их вы меня понедельник еду на почту отправить посылочки нужно просканировать парапеты уже две штуки заметил еще не поднимал вот кинсбридж еще одна стаканчик из кофе но на этом нет ничего которая посылочки покажу заодно это слепой обмен с британцем наконец-то спустя полгода отправляю посмотрим что он интересно мне пришлет это обмен с русским из санкт-петербурга тоже полгода с ним он выбирал по одной по две я также сама поэтому отправляю посмотрим что ко мне приятно и обмен с латвией здесь интересно то что он попросил по 5 штук одинаковых ну понятное дело что они в литве не валяются под ногами вот такие вот а у меня они новинки то есть ему будут для обмена я выбрал вместо них тоже интересные пробочки подписывайтесь и не пропустите видео иду следующий парапет потому что руки заняты снимать не буду покажу так что парапетик вообще ничем не радует весной бы нашел штук 20 а сейчас 4 плюс понедельник непонятно но наверное люди меньше отдыхают ну что жара на улице как я говорил в принципе поэтому я ничего не снимаю потому что же мало видите как видите пробок и нашел о вернее нашел зашел на почту и она мне говорит вам посылочка обычно из испании так что возможно будет в отдельном видео а возможно если мало чего найду сделал распаковочку в этом видео из испании иду дальше ищу кстати львовская только заметил брак выброшу так смотрите приятная находка ну приятная с точки зрения того что я впервые и поднимаю еще не видел не поднимал но конечно состояние не очень рассказывал что львовскому в этом году 305 лет и как видите выпустили уже пятую новую пробку так что буду охотиться за такими в нормальном состоянии но это просто чтобы знали кто не знает что такая появилась так и на следующий день нашел ее в нормальном состоянии сразу идет в обменник но это не так интересно как новинка смотрите новая пробочка в коллекцию это такое вино сквин винный коктейль вишня вкус 275 миллилитров стоит доллар примерно 28 гривен делается в одесской области купил 2 1 в обменник 2 коллекцию так что можно смело идти домой делать распаковку испании потому что пробок не очень много посылочка уже открыл сейчас все покажу отправлено 17 06 сегодня 13 07 ну за месяц нормально цена кстати 2 евро пятьдесят центов приблизительно как и у нас у нас 3 доллара но и вот эти пробочки сначала появилась белая там желтая 1 и вот черная но мне лично такой подход к делу пивоваров нравится не удивлюсь если появятся новые цвета ну и конечно уже не в этом году следующем или через год так что ждем с этим испанцем обмениваемся уже во второй раз первый раз посылочками удачно обменялись второй раз договорились что обменяемся но решили отложить немножко потому что там было 10 на 10 или 15 на 15 чтобы потом добавить но он выбрал меня чересчур редкие пробки а взамен особо ничего интересного не добавил поэтому я отменил обмен что такое непонятно лучше ну и вот третье с 3 попытки второй раз обменялись так есть конечно некоторые с дефектом пробочки но ничего страшного не не сильно можно поравнять вот из интересного я уже рассказывал что испанию раньше не особо собирал ну потому что было там несколько пробочек 5 10 но когда начали появляться новые 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 появился азарт вот это стрела галиция и теперь стараюсь все новинки сразу же как-то выменивать добавлять коллекцию ну вот видим две приехала просто посылки такая вот уже есть пойдет для обмена и это тоже пойдет коллекцию то есть чем больше пробочек и больше азарт конечно не так как с польши из германии они у меня приоритете но испания тоже на третьем четвертом пятом месте вот еще интересное а вот кстати смотрите на группе в группе фейсбуке украинских коллекционеров увидел новость о том что это пиво появилась в продаже но цена у него 60 60 гривен плюс магазин не рядом со мной а нужно еще проехаться мне кстати посылка обошлась в 80 гривен а эти пробочки если поехать купить 120 если не больше ну плюс проезд но у меня не стоит цель перепробовать все пиво если бы в магазине рядом с домом то может и купила так вот это ехать я не биргик я бы не биргик я больше по пробочкам поэтому покупать его не буду вот еще таки русском по это дам таких что еще сам мигель тоже симпатичная недавно появилась без надписи вот они часто обновляют дизайн вот бильбао атлетик футбольный клуб они спонсоры наверное ну и вообще разве не симпатичная баскетбол разное то не знаю что вот этих безалкогольных море штук наверное 20 все не собрать добавлю пока верху потом разберемся вот кстати это вот такая пробочка у меня была наверно одна из первых иностранных в детстве нашел наверно на улице не помню ну и симпатичный дизайн конечно немножко без этих стрелок и долгое время сколько мне было иностранных но 20-30 на эту всегда обращал внимание симпатично это европейский концерн какой-то варит обычно наверно пиво для всей европы но в таком немецком стиле можно стоять я кстати думал что на немецкой потому что лежала у меня в германии но и остальные это понятно когда уже пройдет эта мода на хипстер с этими бородами и пивом жду не дождусь вот такая еще с дефектом в общем неплохой обмен как всегда поддержим лайком дизлайком комментируем подписываемся делаем репосты и ждем следующий следующих видео наверное охоту начну уже ближе к осени когда люди приедут сдач морей ну и начнут собираться компаниями под магазинчиками и разбрасывать пробочки всем пока